Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Техно Бар Плюс. Сегодня у нас распаковка первых впечатлений от моего нового смарт-браслета Honor Band 6. Друзья, скажу сразу вам, я этот браслет не приобретал. Я его поменял на одни из своих смарт-часов, о которых я немножечко позднее в дальнейших видео вам расскажу и почему я так сделал. Но на сегодняшний день, я считаю, в принципе, этот браслет не потерял свою актуальность. Дали даже более чем. А какие преимущества этого браслета, вы узнаете немножко позднее. Итак, подпишитесь на канал Техно Бар Плюс, прожмите лайк этому видео, добавьте свой комментарий и обязательно перед просмотром видео на канале Техно Бар Плюс всегда, друзья, не забывайте, включайте VPN-сервис. Это очень помогает каналу. Ну и, соответственно, в первую очередь, это подписка на канал, друзья. Я на вас надеюсь. Итак, давайте начинать. Honor Band 6 это фитнес-браслет, друзья. Это не смарт-часы, как, допустим, те же Huawei Watch Fit 2, в сравнении с которыми периодически я этот браслет буду, скажем так, подводить. Это, в первую очередь, фитнес-браслет для спорта, для получения уведомлений, для каких-то измерений каких-то параметров. Итак, давайте будем смотреть. Ну, во-первых, здесь 1,47 дюйма AMOLED дисплей, долгоиграющая батарея и Heals Management, то есть, скажем так, мониторинг вашего здоровья. Здесь эти все параметры дублируются. Помимо всего, браслет имеет еще 5 атмосфер по стандарту IP68 водозащиту. Есть быстрая зарядка, обязательно проверим, за сколько же заряжается. Этот, кстати, фитнес-браслет, это практически аналог Huawei Band 6 фитнес-браслета. Такой есть, друзья, он также актуален, есть у моего друга Сереге, кстати, Сереге, привет. Вот. И измеряется также стресс-тест, автоматическое определение тренировки вашей, друзья. Друзья, мониторинг пульса 24 на 7, как говорится, 10 тренировок по воркауту здесь уже заряжены. Вот таким образом сканировать QR-код можно, дабы приложение найти. Скачивать приложение, друзья, рекомендую вам с AppGallery от Huawei. Самое актуальное всегда будет там. Итак, давайте будем распаковывать. У меня цвет здесь кораллово-розовый. Ну, такой вот цвет, друзья, что я могу сказать. Есть здесь хлястик вот такой, коробочка далее пустая. И вот, собственно, наш смарт-браслет в отличном состоянии. Давайте посмотрим, что еще в комплектации имеется. Быстрая зарядка, которая, кстати, по идее должна подходить. И Huawei Watch Fit 2. Проверяем, подходит ли. Да, подходит, подходит. И она классно держится на магните. Сразу же проверяем магнит зарядки. Кстати, зарядное устройство здесь идет довольно-таки неплохое. Посмотрим, насколько быстро заряжается. Как видите, здесь этот магнит, ну, он в идеальном состоянии практически, как зарядное устройство. Кредл или как его правильнее назвать, друзья, напишите в комментариях, как вы считаете. Здесь коннекторы идут латунные. Длина его составляет полметра. Давайте сразу же проверим, как крепится. Крепится отлично. Вот, не спадает ничего. Ну, с этим вообще проблем не было. А тем более в таких браслетах, друзья, от компании Honor, у Huawei. Вообще, никаких вопросов нет. То есть, с этим тут полный порядок. К литью и сборке данного кабеля, быстрой зарядки, вопросов никаких нет. Давайте посмотрим, что еще есть. Ну, у меня довольно-таки неплохая комплектация. Только, единственное, нет чека, друзья. Гарантийный талон. Ну, тут на различных языках. Русский, украинский, английский есть. В принципе, все здесь есть. Можно, кому интересно, вот, читать, смотреть и так далее. Браслет в классном, как техническом, так и эстетическом состоянии. Ну, скажем так, по пятибалльной системе я бы его характеризовал, как на 4 с минусом. Но это достаточно много, друзья. Итак, здесь дублируется, кстати, на наклейке надпись Honor Band 6. Цветной Super AMOLED дисплей. 1,47 дюйма. Давайте отклеим данную наклеечку. Сразу же, после наклеечки, я рекомендую всегда, вот таким образом, натирать наш браслет фиброй. Есть, конечно, мелкие царапинки, друзья. Ну, что ж поделать. Но зато здесь экран довольно-таки сочный. Есть мелкие царапины, но, в принципе, это все решаемо. В интернете есть куча различных способов, как эти царапины убирать. Итак, имеет такой приятный цвет ремешок. Я считаю, в принципе, этот ремешок, не то чтобы, там, многие говорят, женский. Женский он идет практически как унисекс, да. Здесь есть коцки определенные. Но, в принципе, друзья, это все терпимо. Это все убирается, натирается. Таким образом, эти коцки. Есть, конечно, свои определенные нюансы. Но, друзья, я его взял, возможно, на обмен, возможно, на перепродажу. Возможно, и сам буду носить. Пока браслет наш включается. Видите, сбоку есть кнопочка. Кстати, давайте изучение самих органов управления начнем. Сбоку кнопка с красной насечкой. Вот таким образом это все выглядит. Довольно-таки неплохо. Ремешки сменные. Ремешок имеет вот такую форму, друзья. Надпись Honor. Как видите, с левого боку Honor. Справа у нас идет кнопка на самом дне ремешка. На, скажем так, внутренней стороне нашего фитнес-браслета расположен датчик пульса и датчик измерения уровня кислорода крови. Made in China. Модель оригинальная, действительно, здесь. То есть, коннекторы идут для заряда. И данные, насколько я знаю, не совсем просто тут разбирается на браслет. Но я не буду его разбирать. Съемные ремешки здесь, друзья. Но для того, чтобы снять, нужно еще, как говорится, постараться. Сочный дисплей. Давайте посмотрим сразу же. Кстати, по ремешку. Здесь еще есть вот такие вот названия на самом шлейке ремешка. Довольно-таки он, кстати, приятный. Силиконовый ремешок. Гипоаллергенный, друзья. Есть определенные, как говорится, плюсы и есть свои минусы у таких ремешков. Плюс в том, что он все-таки дышит и не вызывает никакой аллергии. Минус в том, что под ним рука довольно-таки сильно потеет. Давайте вот сейчас надену и посмотрим, как это будет выглядеть. Друзья, ну выглядит это вот таким образом. Конечно, рамки не слабые такие. Если, допустим, в сравнении брать с Huawei Watch Fit 2. Вот такие рамки. Ну, у Huawei Watch Fit 2, я вам хочу сказать, тоже рамки такие не слабые. Да, кстати, не совсем удачный стоит у нас здесь циферблат, чтобы продемонстрировать нормально его. Давайте пусть будет вот такой. И проверим сразу же, какие рамочки. Давайте вот сейчас здесь что-то посветлее также поставим. Вот так это все выглядит, друзья. Ну, неплохо. Huawei Watch Fit 2, естественно, держит заряд меньше. Он имеет Always On Display. Здесь такого, конечно, друзья, нет. Always On Display на Honor Band 6 нет. А на Huawei Watch Fit 2 есть. Кстати, есть у экрана шим, как вы видите. Вот таким образом это все на камеру видно. Итак, друзья, давайте посмотрим, как выглядят часы. Кстати, без вопросов работает тут датчик. Только поворачиваешь, сразу все загорается. Тут уже компания Honor отладила, как швейцарские часы, как говорится, этот механизм весь. То есть, вообще никаких вопросов нет. Давайте сейчас более детально разберемся, что же в этих часах у нас присутствует. Итак, включили сами часы. Свайпом слева направо у нас вызываются круги активности. Здесь показано, сколько вы за день прошли, какой период времени, сколько шагов и так далее. Управление музыкой. Но это надо синхронизировать данный фитнес-браслет с нашим смартфоном. Вот такое у нас показывается здесь погода. Можно погоду только на один день увидеть. Больше никак. Уровень стресса здесь. Датчик измерения кислорода и так далее. Свайпом сверху вниз у нас открывается вот такая менюшка, которую мы можем режим не беспокоить, включить. Чисто, чтобы не было никаких вибраций. Будильник выставить, добавить будильник можно. Уже неплохо. Прямо непосредственно с часов, друзья. Так, ну и экран включен 20 минут. То есть экран будет постоянно вот таким образом включен. Очень экономный разряд, друзья, идет 98%. Вот у меня уже, ну, наверное, часа 4 этот браслет был включен. И вот, видите, так вот. По автономности здесь вопросов нет. Снизу вверх это у нас уведомление о сообщении. Справа вот таким образом все это у нас коннектится. Дальше, друзья, какое приложение? Кстати, давайте посмотрим. Циферблаты, это я уже, конечно, дополнительные установил. Но, тем не менее, вот такие есть еще циферблаты. Здесь сделаем, кстати, отдельное видео. Кому интересно, напишите в комментариях, стоит ли по циферблатам. Вот видите, тут разные можно вот так прикасаясь. Два раза тапнул, меняется цвет. Даже один раз и меняется. Довольно-таки интересный циферблат, скажем так, интерактивный. Напишите в комментариях, друзья, кому интересно, чтобы сделать видео про крутые циферблаты, которые есть у компании Honor для данного фитнес-браслета. Вот есть довольно-таки интересный вот такого плана классика. То есть классический циферблат, я считаю, тоже неплохо. И вы знаете экран. Давайте сейчас посмотрим, насколько он яркий. Давайте вот зайдем в настройки экран. Так, по яркости. По яркости на максимальном уровне стоит. И я считаю, довольно-таки неплохой. В избранном здесь можно, кстати, добавить погоду. А, это то, что уже добавлено. Можно еще добавить. Ну, выбрано сейчас максимальное количество. В избранном у нас активность, допустим, можно убрать. А что можно добавить вместо активности? Ага, активность и сон. Ну и, в принципе, все, что пока что добавить можно. Погода. Ну, уровень стресса я измерять не собираюсь. Ну, это и все, в принципе, друзья. Сон, активность, стресс. Тут как бы функционал, скажем так, немножечко урезан. По циферблатам вот таким образом также можно все это дело выбирать. Ну, допустим, вот этот выставим. Довольно-таки информативный циферблат. Здесь крупно день недели, там месяц, шаги, опять же, погода. Все есть. Входим в настройки. Вибрация. Вибрация можно регулировать. Сильно, слабо или вообще без вибрации. Вот, друзья, небольшой спойлер. Будет скоро распаковка. Еще смарт-часов копий, скажем так, Apple Watch 8 Ultra. И вот там с вибрацией есть определенные моменты, друзья. Здесь же с вибрацией вообще вопросов нет. То есть, в любом случае, эту вибрацию даже в автобусе, там, я не знаю, где-то в шумном месте, вы ее почувствуете. В любом случае, там же вибрация. Ну, здесь вибрация, понятно, само собой, классная. На Huawei Watch Fit 2. Здесь огонь вообще, вибрация. Есть режим не беспокой. Настройки тренировки, определение активности. Браслет будет напоминать вам начать завершить тренировку. Вот тут можно включить, можно отключить. Это все упоминания. Система. Что касается системы, можно перезагрузить, выключить, либо же сбросить. Ну, то бишь, сами часы. И сведения о часах Honor Band 6. Модель технически таким образом называется. Мак-адрес. Версия у нас идет здесь. Вот такого плана. Друзья, по самим характеристикам браслет. У нас обещает производитель до двух недель. Это если активно не тренироваться. И приблизительно где-то неделю, если тренироваться, скажем так, активно. А если без активной тренировки, даже две с половиной недели. Вот как-то так. То есть, можно регулировать в настройках экран, яркость, вибрацию, режим не беспокоит, тренировки. Ну и, собственно говоря, вот и все из этого. Что хочу сказать, друзья. Давайте еще проверим по приложению, которое к этому фитнес-браслету у нас непосредственно коннектится. Я, естественно, Honor смартфон в данном случае использую. И смотрим сразу приложение Huawei Health. Вот оно, здоровье. И тут носильное устройство в данном моменте не подключено. Сейчас мы его сразу же подключим. Повтор. Оно подключается очень быстро. Кстати, Honor быстро подключает. Без вопросов вообще. Видите, тут сразу же показано, что наш браслет подключен. Приложение само непосредственно Huawei Health таким образом выглядит. Я уже сказал, что скачал его с App Gallery Huawei. Которую можно с официального сайта Huawei скачать. Либо же на какой-то побочном сайте. Здесь что у нас есть? Во-первых, шаги пройденные, калории, расстояние, которое мы прошли за день. Циферблаты платные, бесплатные. Мониторинг показателей здоровья. Можно все включить. Тест уровень стресса. Пожалуйста, все включается. Хорошо. Совершенно верно. Так, совершенно верно. Совершенно верно. Тут небольшой тест. Калибровка происходит. Ну, в принципе, уровень стресса Huawei еще сон. Можно мониторить, скажем так. Напоминание, когда вы сидите без движения дольше часа. То есть, браслет вибрирует. Сразу же вам дает понять, что необходимо вам как-то подвигаться. И так далее. В этом плане, конечно, хочу сказать, что данный браслет можно носить. Можно в нем спать, скажем так, в состоянии надетого браслета. Вот. И, соответственно, я считаю, что он легкий. Он легче, конечно, чем Watch Fit 2. Это однозначно, друзья. Дальше смотрим. Есть будильники. Вот, видите, будильник можно выставить на разное время. Добавлять здесь будильники. Можно повторы добавлять будильников. Так, не сохраняем. То есть, это еще я все сделал. Отчеты о погоде. Есть отчеты о погоде по различным единицам. Можно выставить Фаренгейт. Можно Цельсий. Уведомления все включаем. Однозначно. Тут очень много, смотрите, что мне нравится, друзья. Очень много уведомлений можно включать. Можно и Gmail, здесь и ВКонтакте, и Telegram включить. Вот это вот какие-то рекомендации. Ее мне сто лет не надо. Календарь, сообщения и Huawei Health надо всегда оставлять, друзья. По Авито можно включить. Тут по различным нюансам можно включить однозначно, друзья, уведомления. И еще обновление ПО можно. Погода. Чтобы сразу же уведомления приходили, если какое-то будет. Вот творческая студия YouTube. Так, так, так. Что еще тут можно включить? В Chrome, да, можно уведомления включить. Так. YouTube. Ну, творческую студию уже я выставил. В принципе, все. Устранение неисправности. Здесь, я так понимаю, в данном пункте можно различные нюансы посмотреть. И так далее. Данные устройства. Справка. Обновление прошивки. Вот таким образом, друзья, синхронизацию можно включить здесь. Чтобы получать последнее давление, включите Wi-Fi. Включаем Wi-Fi. Ну, это уже в последующих видео, скажем, будем изучать эту информацию. Друзья, в 2023 году я считаю, браслет более чем актуальный. Однозначно не жалею, что поменялся. Рекомендую всем, как женской части населения, так и мужской части населения. Браслет крутой, друзья. Вот как-то так. Присутствует, кстати, тут еще режим фонарик. Мы еще сбоку кнопку эту не изучили. Тут же еще, если кликаете на кнопочку сбоку, информация про тренировки, записи тренировок. Пульс можно, уровень кислорода в крови, опять же, активность, сон, уровень стресса, дыхательные упражнения, музыка. Можно удаленную съемку делать, но необходимо еще установить приложение на смартфон. Кстати, можно определенные приложения на смартфоне еще устанавливать. Погода. Погода здесь у нас более, скажем так, детально, как видите. Почасовая есть. Вот сейчас у нас минус 4. Почасовая на сегодня, на завтра, на понедельник, на вторник, в среду, в четверг, на пятницу. Короче, еще на неделю, друзья, дается погода. Есть секундомер, есть таймер, будильник. Режим фонарик довольно-таки неплохо. Можно включить, отключить. Это если подсветить, допустим, в подъезде замочную скважину, если нет света. К примеру, да? Поезд телефона. I'm here. Вот на смартфоне звук этот издается громко достаточно. Друзья. В настройках. Настройка системы. Тут сведения. Настройки тренировки. Не беспокоить. И так далее. Вибрация. Ну, это уже мы проходили. Друзья, однозначно рекомендую Honor Band 6. О нем еще будет дополнительное видео. Различные тесты. Будем все проверять, сверять и тестировать. Сравнивать однозначно с данными часиками я буду. И также с Xiaomi Mi Band 6 однозначно так же. Друзья, пишите свои вопросы. Обязательно подписываемся на канал. Я, как обычно, всех обнял.